МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов поручил обеспечить качественное выполнение ремонтных работ на станции Каргресс-2. Глава региона ознакомился с ходом подготовки теплостанции к отопительному сезону. Развитие института медиации обсудили в Доме дружбы. На встрече шла речь о реализации проекта примирения до суда в суде. Мероприятие прошло с участием советника председателя Верховного суда Республики Казахстан. Отопительный сезон в городе Сарань будет проходить в прежнем режиме. Об этом сообщил Аким города Ержан Тимирханов в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов поручил обеспечить качественное выполнение плановых ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования станции Каргресс-2. Глава региона ознакомился с ходом подготовки теплостанции к отопительному сезону. На сегодняшний день полным ходом идет модернизация теплостанции Каргресс-2, введенной в эксплуатацию еще в 1962 году. Это будет совершенно новое оборудование. Кроме того, работники станции проходят специальное обучение. Обо всем об этом специалисты станции рассказали Акиму Карагандинской области и Ирлану Кушанову. До 2026 года будет заменено порядка 80% всего имеющегося оборудования. Мощность станции планируется увеличить до 833 мегаватт. Необходимо отметить, что энергостанция в поселке Топар не только распределяет энергию и тепло для корпораций Казахмыс, но и снабжает близлежащие населенные пункты Абай и Топар. Новый турбогенератор и котлоагрегат полностью насыщенны всем, что только можно. Сейчас на текущий момент имеется нового в энергетике, в автоматической системе управления. Все это полностью учитывается и будет замонтировано. Это будет совершенно новое оборудование, новое поколение. Мы готовим для этого специально людей даже. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов проверил ход работы и ознакомился с планами Топарской ГРЭС на будущее, особенно подчеркнув, что ее работа влияет на социальное настроение. Особо был озвучен вопрос ценообразования. Заместитель Акима области Анатолий Шкарупа озвучил проценты, на которые коммунальщики хотели бы поднять цены. Водоснабжение на 200%, канализация на 240%, передача электроэнергии 140%. Вот эти заявки – это очень большие цифры. И здесь нужно смотреть в корень этого вопроса и обосноваемость этих заявок. То есть тариф должен изменяться, это закон экономики. Но тарифы и изменения тарифа должны быть четко обоснованы. И департамент на сегодняшний день отказан вводить предние заявки. На повестке он явно не стоит, но в завтрашний день мы его должны тоже прогнозировать. На встрече глава региона озвучил ряд поручений управляющим компаниям и поручил своему заместителю Анатолию Шкарупе проследить за исполнением поставленных задач. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Нашлись родственники инвалида, который был брошен на улице с запиской и пакетом с вещами. В Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поступил звонок от женщины, которая знакома с семьей Виталия. Благодаря полученной информации удалось найти брата мужчины. Однако тот заявил, что забирать родственника не собирается. Звонка от родных и знакомых Виталия ждали довольно долго. Почти два месяца волонтеры и сотрудники Центра ресоциализации раздавали прохожим листовки и размещали фотографию мужчины во всех соцсетях с надеждой, что кто-нибудь его обязательно узнает. Напомним, мужчина страдает синдромом Дауна. Он не может самостоятельно передвигаться и плохо видит. Полтора месяца назад его бросили посреди улицы с запиской, в которой сообщались его имя и возраст. С тех пор полицейские искали его родных, чтобы установить личность мужчины. Ведь без документа Виталия невозможно устроить медицинское учреждение, где ему предоставят специализированный уход. К счастью, благодаря информации, полученной от позвонившей женщины, удалось найти брата Виталия. Вот только он заявил, что в больном родственники не нуждаются. Также мужчина предположил, кто мог оставить его брата на произвол судьбы. А может быть, говорит, мачеха умерла, некуда его было девать. Ну вот как-то так. Брошенным мужчиной оказался Виталий Шелленберг 1971 года рождения. У него есть отец, старший брат и сестра. Как выяснилось, мужчину, страдающего от множества заболеваний, не обследовали должным образом. Виталий никогда не получал инвалидные пособия и, по всей видимости, членов семьи не заботил о его состоянии здоровья. После восстановления документов мужчину определяют в медицинское учреждение, где он сможет получать должный уход. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Йога у подножья гор Улутау. Теперь у поклонников древнейшей практики появилась возможность совместить приятное с полезным. Йога-тур предлагает один из отечественных туроператоров. На прошлом аппаратном совещании в областном Акимате обсудили вопрос развития туристической сферы в регионе. Физическую и духовную практику в одном из сакральных мест Казахстана предлагают туроператоры из Алматы. Планируется запустить йога-тур уже в этом месяце. Сейчас идет набор желающих. Стоит отметить, что это не единственное предложение от отечественных туроператоров. После проведения масштабного музыкального фестиваля ЖСКИЕ Гвулутау интерес к этому месту значительно вырос. По словам руководителя областного управления предпринимательства Татьяны Аблаевой, в настоящее время разрабатываются предложения, которые сумеют завоевать интерес как казахстанцев, так и иностранцев. Акимобласий Ерлан Кушанов подчеркнул, что этому примеру должны следовать и другие города. К примеру, Балхаш, который обладает большим потенциалом в сфере туризма. Условия создавателя, это парадокс, когда есть спрос, и бизнес, когда лидеры, спрос есть, раздевают людей, альсанты говорили, и сознание раздевают. Напомним, с 12 по 14 июля в Жасказгане проходил международный музыкальный фестиваль, в котором приняли участие представители 17 стран. В рамках проведенного фестиваля был организован и туристический форум, ставший диалоговой площадкой для обсуждения способов привлечения туристов в Казахстан. Мероприятие прошло с участием отечественных туроператоров. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Развитие института медиации обсудили в Доме дружбы. На встрече, где собрались представители научной интеллигенции, общественных организаций, члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты и председатели Советов ветеранов, говорилось о реализации проекта примирения до суда в суде. Мероприятие прошло с участием советника председателя Верховного суда Республики Казахстан Сагатпека Сулеймена. В Караганде только за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 4847 семейных споров. Наилучшим решением подобных споров является медиация. Иными словами, примирение двух конфликтующих сторон путем привлечения нейтрального лица. Беспристрастность, конфиденциальность, добровольность, уважение, принятие и прозрачность – это те принципы, на которых основывается медиация. Ее широкое применение в Казахстане – то, к чему стремятся отечественные судьи. Об этом рассказал советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен. Мы выезжаем в разные области нашей страны, встречаемся с представителями общественности и научной интеллигенции. Наша задача – информирование граждан о медиации. Необходимо снизить количество споров и разбирательств, а для этого нужно широко распространять примирительные процедуры. Мировая практика доказала эффективность института медиации. Однако в нашей стране уровень применения примирительных процедур по-прежнему низок. Многие судьи считают, что причина кроется в низкой информированности населения о процедурах примирения. Поэтому проведению столь масштабных мероприятий уделяется особое внимание. Судья областного суда Лязад Баян отметила, что в нашем регионе институт медиации развивается поэтапно. Внедряются различные пилотные проекты. На сегодняшний день работает пилотный проект досудебной медиации. Этот пилотный проект работает на площадке Октябрьского районного суда. Он очень успешно проводится. На сегодняшний день из принятых 80 дел по 45 делам, дела, иски, не принятые в производство суда, уже завершены на стадии принятия дела к медиации. Привлечены стороны к медиации и медиации было завершено дело. Также на встрече говорилось и о суде Биев. Участники отметили, что подобное возвращение к традициям позволит регулировать споры путем мирного соглашения сторон. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отопительный сезон в городе Сарань будет проходить в прежнем режиме. Об этом сообщила Кимгорода Ержан Цимирханов в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Он также подробно рассказал о социально-экономическом развитии города. Не секрет, что на сегодняшний день самый болезненный вопрос для жителей Сарани – это отопление. Как известно, новая котельная будет введена в эксплуатацию нескоро. Вместе с этим жители жалуются на высокий тариф. Глава города уверяет, что Сарань без тепла не останется. Все теплоисточники готовятся к отопительному сезону. На это выделено около 29 миллионов тенге. В городе Сарань имеется 24 теплоисточника, которые на сегодняшний день в полном форме проходят под этот эксплуатацию. Имеется конкретный план мероприятий. Услуга для этой эксплуатации. Критиска, критисов, ходового субъекта, медных ослов, соответствующий график. Эти работы будут в графике. Поэтому Сарань без тепла не останется. И к началу отопительного сезона мы будем готовы. В 2017 году благодаря слаженной работе всех секторов экономики обеспечена положительная динамика стратегических показателей развития города. Завершается строительство двух арендных домов в микрорайоне Горняк. Это 48 арендных квартир. Не осталось сторонней трудоустройства жителей. В течение прошедшего года на постоянные рабочие места трудоустроено около полутора тысяч человек. Также организована молодежная практика для выпускников колледжей и вузов. В этом году поддерживаются все активные меры социальной защиты населения. Это общественные работы, молодежные факты, социальные рабочие места, а также социальная поддержка молодежных стран населения. По образованию в этой сфере колледж города в течение последних лет комплектуются кабинетами, коммуникации, интервьюного оборудования. С прошлого года в рамках программы «Рухани Жангуру» в городе реализуется 13 проектов общей стоимостью более 257 миллионов тенге. Начнется работа по реализации проектов здравоохранения и образования. Напомним, по итогам девяти месяцев город занимает третье место в рейтинге регионов области. 1 августа по всей стране стартовала традиционная благотворительная акция «Дорога в школу». Организаторы призывают государственные органы, предприятия, организации, частных предпринимателей и просто неравнодушных людей помочь детям подготовиться к новому учебному году. Для кого-то путь к новому учебному году дается нелегко. Сказываются материальные трудности и семейные обстоятельства. Помочь детям из социально уязвимых слоев населения – главная цель акции. Общественное объединение «Мир добра» вот уже на протяжении 8 лет принимает участие в организации акции «Дорога в школу». В этом году, так же как и из года в год, мы помогаем портфелями, школьными принадлежностями. То есть портфели – половина для мальчиков, половина для девочек. В зависимости от… нам предоставляют списки нуждающихся, и мы по ним определяем потребности. В ходе акции планируется проведение различных мероприятий. Откроются пункты приема вещей, школьных принадлежностей в помощь малообеспеченным семьям. Полицейские проведут профилактические рейды. Также запланированы школьные ярмарки с привлечением широкого круга предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам. Хочется отметить, что ежегодно число участников акции растет. Отравлено, что повысилась и культура благотворительности. Сегодня, уже в первые дни акции, наши предприниматели подготовили помощь в виде школьных принадлежностей и вручок для наших ребят. Благотворительная акция продлится до 30 сентября. За это время планируется охватить материальной помощью не менее 25 тысяч школьников Карагандинской области. Также при управлении образования организована горячая линия для оперативного реагирования на обращения граждан. Мульдир Жаккан, Шалкар Алтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Фестиваль здоровых привычек уверенно шествует по Караганде. Мероприятие проводится областным центром формирования здорового образа жизни компанией ТВКИЗ4 при поддержке управления здравоохранения Карагандинской области. Ежедневная утренняя зарядка – это отличная привычка, которая должна быть у каждого человека. А помимо этого, организаторы марафона здоровых привычек призывают горожан отказаться от соли, выпивать в день не менее двух литров воды и проходить пешком не менее 10 тысяч шагов. Цель марафона – популяризация здорового образа жизни среди населения и повышение ответственности за свое здоровье. Стоит отметить, что это уже не первая акция, организованная в Караганде. Население относится положительно, отзывы поступают положительные, просят проводить, конечно, во всех частях города, ну и чтобы это было не только в дневное время, но и в вечернее. Увлекательная программа и выступления спортсменов не оставили горожан равнодушными. Зарядку проводили профессиональные фитнес-тренеры карагандинских спортивных клубов. С данным мероприятием что мы делаем? Мы привлекаем население наше вести здоровый образ жизни, приятные привычки, здоровые привычки за счет фитнес-нагрузок, посещения фитнес-классов. И наша программа – одна из тех многочисленных классов, которые присутствуют у нас в нашем городе Караганда. Вот наша программа хочет тоже данным способом привлечь наше население, что можно заниматься весело, легко и при этом эффективно, не напрягая себя какими-то сложными, например, движениями, упражнениями, которые многие не любят просто этого. Марафон будет длиться до конца года. Уличный фитнес будет проходить два раза в неделю. Все желающие смогут заниматься им совершенно бесплатно в трех местах города – в Центральном парке возле Каскадного фонтана, в сквере на проспекте Нуркена-Абьерова и в сквере на проспекте строителей. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова